Информировал, что все разговоры записываются. Могу я услышать? Артем Александрович. Вполне вероятно. А кто спрашивает? Главный специалист на университет на взыскание Шарик Шахерыч. Группа Сбербанк. Группа Сбербанк. Что это значит? Группа Сбербанк. Что такое группа Сбербанк? Сбербанк, он есть один по себе. Без каких-то групп. Зачем его группы? Какой его еще группы? Ну, видимо, Сбербанку нужна группа, чтобы работать со злостными задолженностями, которые не производят оплату. Да вы там по тигурке у вас, что ли? Говорите нормально. Конец рабочего дня. Группа Сбербанк. Я со Сбербанком договор заключил. Какая еще группа? Что вам еще непонятного? Мне непонятно, кто мне звонит. Какая еще такая группа? Актив бизнес коллекшн, так и говорите. Да. О, а что сразу не сказать, что мы коллекторы? Я же по запаху чувствую. Ну, а что тут чувствуете, если вы не исполняете своих... Я говорю, запах дерьма чувствую. Запах дерьма чувствую в Сбербанке. То есть... То есть, да. Совершенно без то есть, без таких намеков. Откровенно от тебя дерьмом воняет. Вы не исполняете свои кредитные обязанности и называете всех других людей в этом виноватыми, да? То есть, мы виноваты в том, что... Не-не-не, ответственность вся на мне, слушай, чувак. Виноват лишь ты только в том, что мне звонишь и трепешь мне нервы, да? То есть, банк... Что с него взяли? С мыслями соберись. Вы меня сбивайте. Вот, слушайте. Я тебя сбиваю. А что ты на эту работу пришел? Ты и разговаривать не умеешь. Тебя простой, как ты утверждаешь, должник может сбить с толку. Чудо ты, гороховое. Работу нашел себе бабскую, еще и с ней справиться не можешь. Ну, давай, чудачок, пугай меня. А можно спросить? Можно спросить? Можно. Считайте, например, я не хочу задеть вашу честь, то есть, вы хотите сказать... Ну, ты мою честь задеть? Вы, 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 вы нарушаете свои обязанности. Вы слышишь сам, честь он мою задеть хочет. Вы нарушаете свои обязанности, считаете себя законопослушным гражданином? Слышишь, ты кто такой, чтобы эти ответы и вопросы на твои отвечал, а? Группа Сбербанк, коллектор, говно, кусок. Вот, счастье канализации-то. Я тебе вообще ни на один вопрос твой отвечать не намерен. Потому что ты дерьма кусок. Меня как-то не интересует ваше мнение. А что ты тогда мне звонишь? Я звоню, чтобы вы вернули долг, который вы... Да тебе плевать должно быть. Вот по жизни, если бы ты был нормальным мужиком, тебе должно было плевать, кто кому что должен. Занимался бы своими делами, пришел бы дворником работать, пользу бы людям приносил. Ты попрошайка. Вы работаете дворником? При чем здесь я вообще? Я же тебе пообещал, я не буду на твои вопросы отвечать. Вы считаете, что нормальный гражданин должен работать дворником или попрошайником? Да нет, нормальный гражданин это дворник. И по сравнению с попрошайкой. Понимаешь? Вы сейчас сказали, что нормальный гражданин должен искать тебе нормальную работу дворника или гражданина. То есть вы считаете, что дворник и гражданин это нормальная работа? Ты сам себя слышишь? Нет, это вы просто сами же себе предоставляете поймут. Давай знаешь, как с тобой договоримся? Этот ролик будет озаглавлен «Заикающийся попрошайка». Я прям тебе обещаю. Заходишь в YouTube, набираешь «Заикающийся попрошайка», попадаешь ко мне на канал и просто охреневаешь. У тебя начинает пердак рвать от бессилия, от невозможности что-либо сделать. Ты начинаешь понимать, в конце концов, чем ты занимаешься и как вообще на тебя реагируют люди. Это тебе мой подарок будет. Сейчас ты скажешь, что в YouTube ерунда. Нет, ты зайди и посмотри. Мне это неинтересно. Я понимаю, что тебе это не будет. Я не собираюсь никуда. Я не собираюсь никуда. Мое слабое сердечко не выдержит, дружок. Не выдержит этого. Тебя рванет пердак так, что ты обсередшись все вокруг, брызгами заплещешь. Ну да, конечно. Конечно, поэтому не нужно. Да ладно, не нужно. Но заикающийся попрошайка, обязательно зайди. А можешь спросить, вы собираетесь возвращать свою просрочную задолженность? Я ж тебе поверил. Я не буду тебе ответить на те вопросы, которые касаются моей финансовой дела. Вы законопослушный дворник, как я понимаю, да? Нет, я юрист законопослушный. Дворник или попрошайка? Нет, нет, юрист. Я юрист, да. То есть вы не дворник. Я уже помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Понимаешь? А кто же вам помогает? Вы сейчас находитесь в трудной финансовой ситуации. Нет, нет, я помогаю тому человеку, которого ты хотел услышать. Ну просто у меня сегодня конец рабочего дня, и я с тобой разговариваю так, как мне хочется. То есть вы зарабатываете тем, что просто защищаете тех людей, которые не хотят платить подолгом? Это непросто, поверь мне, дорогой мой друг. Что непросто? Это непросто. Ну ты сказал, вы занимаетесь тем, что просто... Вы считаете, вы считаете достойной работы, ту работу, которую можно оскорблять людей, можно оскорблять людей... Да нет, я просто сегодня уже, понимаешь, рабочий день закончился, поэтому я себе могу позволить... Я не знаю, кто ты. Кто такая группа компания? Ты изначально пытался меня ввести в заблуждение. Если ты сказал, актив бизнес коллекшн, коллекторская организация, я с коллекторами не разговариваю. Понимаешь? А ты начал там выдумывать группу Сбербанк в надежде на то, что я не пугаю слово Сбербанк. Нет, я ничего не придумывал. Я столько следовал правилам. Правилам? Ну это твои там эти рабовладельцы придумали так, чтобы люди... Нет, это не мои рабовладельцы придумали. А что, мои рабовладельцы ничего не придумывают? Ты сейчас признал, что у тебя рабовладельцы в контексте. В курсе? А ты рабовладельцы? Да вы что? А вы признали, что вы дворник или попрошайник? Да это ты сам себе выдумал, понимаешь? Нет, вы признали, вы признали, вы признали, вы против дворников не имеете. Вот у меня люди приносят пользы, подметают листья. А ты языком нарисёшь, как баба последняя. Вы как? Вы точно... Ну давай, давай, давай. Вы точно так же трясёте языком и... То есть вы... Нет, 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 нет. У меня результаты есть, люди благодарны. А тебе кто-нибудь благодарен? То есть вы антиколлектор. То есть вы то же самое. Да ты выдумывай, да, да, да. Если мы звоним... Кредитный юрист отназывается. Это называется кредитный юрист. Кредитный юрист отназывается, да? Да. То есть это называется человек, который не может с физическим трудом что-то заработать. Он просто... Да ты больной по ходу дела. Ты знаешь, что настоящие деньги как раз зарабатываются в свободное от работы время? А вот ты решил, что языком трясти это достойно. Ну, слушай, вот у меня сотни клиентов, которые благодарны мне. А тебе... Что ты своим детям... Ты когда подрастешь, у тебя вполне возможно будут дети. Но я не хотел бы, чтобы твоя генетическая линия продолжалась. Но смысл в том, что вы точно так же языком трепите и точно так же зарабатываете деньги. Смотри, ты до такой степени тупой, что ты в контексте признаешь, что трепать языком это стрёмно. И сам продолжаешь это делать, каждое утро приходя на работу. Я не буду комментировать то, что я говорю своим клиентам. Но вот в очередной раз ты признал, что в контексте вот этих твоих заявлений ты трепло. Простое трепло. Точно так же слово, как чего. А вы чем от меня отличаете? А вот возьми в YouTube, зайди, я тебе ссылку говорю, даю же. Чем вы от меня отличаете? Я тебе прям конкретно доказательства предъявляю. Вы точно так же языком трепите. Нет, давай посмотрим. Вы точно так же языком трепите. Давай, а ты мне в противовес потом тоже так. Я ничего не собираю, смотри. Я вам вот сейчас в противовес ставлю, что вы точно так же... Да это твое субъективное мнение. Мнение, которое тебе внушили твои рабовладельцы. Вот и все. А точно так же это ваше субъективное мнение. Нет, мое мнение не субъективное. Ты зайди в YouTube и посмотри отзывы. Я не собираюсь никуда заходить. Ну так вот, потому что ты боишься это увидеть и понять, что ты проиграл. Вообще, по жизни, не только мне. Я тебе еще раз говорю, не вздумай заводить детей. Вообще-то... Твоя генетическая линия не должна продолжаться. Вообще-то... Потому что они тебя спросят потом, папа, что ты делал в этой жизни? А ты скажешь, унижал и глумился над людьми. Тот же самый вопрос могу задать я вам. Мои дети смело говорят, когда их спрашивают в школе. Чем ты... Более того, мой старший сын, мой основной партнер, ему 25 лет. Понимаешь? Он не искусляется этого. То есть это семейный бизнес, да? Да, 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 да. Ты угадал. Причем в третьем поколении. Да, слушай, что сказать-то нечего, да? А у тебя что в поколении? Третье поколение коллекторов? Ну в онище у тебя дома, наверное, стоит, да? Вас это вообще не касает. Да, конечно, ради бога. Слава богу, что меня это не касается. Мы с вами будем нормально... Мы с вами будем нормально... А о чем с тобой разговаривать? О чем с тобой разговаривать? Или вы будете просто обливать... Или вы будете обливать... Ты другого не заслуживаешь, чувак. Вот ничего ты другого не заслуживаешь. Потому что ты надеешься поймать какого-нибудь старичка-пенсионера, женщину, которая будет плакать, умолять тебя, помочь как-нибудь. А ты на самом деле должен только убедить ее пойти последнее, отнести в банк, да? В обычный. В банк отнести, да? У нас в образовании. И из этого ты заработаешь какие-то свои жалкие копейки. Понимаешь? Вот что ты должен сделать. Если у вас нет возможности оплатить кредит, то зачем его брать? Ты тупой совсем. Я тебе сказал, я не тот человек, которого ты хотел услышать. Я его юрист. Нет, я не понимаю, я не понимаю. Ты образил? Вы будете... Ты образил? Наконец-то, да? Вы будете со мной вести конструктивный диалог. Конструктивный диалог. Этот штамп я слышал миллион раз. Красивое слово, но если понимаешь, его слышишь 50 раз в день, вот от таких бестолочей, как ты, то это начинает оказаться, ну, превращаться в слово паразит. Понимаешь? Вы будете вести конструктивный диалог? Давай поговорим. Давай. Давайте поговорим нормально. Давай. Давай. Без оскорблений. А кто же тебя оскорбляет? Я констатирую факт, кто ты есть. Ваше оскорбление, понимаете, меня вообще не задевает. Да ладно, ты же заикаешься, бельяга. То есть я позвонил, вы меня слышите? Ага. Я вам звонил, да? Я позвонил должнику, я ему говорю, так и так. Человек должен. И банк требует, кстати. Ты пьяный, что ли? Я догадался, ты пьяный. Ха-ха-ха, точно, ты бухой. Я сразу не дошел до меня, братан. Мне кажется, что вы... Да не, я вообще алкоголь не употребляю.